Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Ужасное состояние ногтей моей клиентки. Вернулась она, кстати, спустя 3, наверное, недели. И вот в таком вот состоянии сейчас находятся ногти. Видео с этим маникюром есть на канале. Если вы вдруг его пропустили, ссылка будет внизу в описании. Ну а я приступаю к снятию остатков предыдущего покрытия. Пока я здесь работаю, хочу затронуть тему ютуба, так как вы, наверное, заметили, что видео стали выходить намного реже. Все потому, что я сейчас активно занимаюсь продажами. Я начала продавать на Vinted. Мне эта тема очень интересует, нравится. У меня получается хорошо продавать. Планирую легализовать свой вот этот маленький бизнес на Vinted. И поэтому сейчас активно этим занимаюсь. Не подумайте, я не бросаю ютуб. Я буду дальше его вести. Но видео, к сожалению, будут выходить по мере возможности. Потому как я смогу выделить время на монтирование ютуба, на монтирование видео или на съемку этих же самых видео. Это тоже все время. Канал на ютубе я веду уже 5 лет. И за эти 5 лет я не достигла никакого результата, который бы меня устроил. То есть доход у меня 30-35 евро в месяц. Это вообще копейки. То есть за эти деньги вы даже не проживете, ничего не сделаете. Кто говорит, что ютуб это просто хобби, не верьте. Это неправда. Люди делают видео для того, чтобы заработать. Ну, по крайней мере, после первого года. Потому что первый год, да, возможно, там вам интересно. Это ваше хобби. Но потом это заработок. Чтобы кто бы что ни говорил, это все время заработок. Лично для меня ютуб это дополнительный заработок. И я вижу, что эта работа для меня не приносит доходов. Я больше в убыток иду, нежели зарабатываю. Логично поступить так. Бросить работу, которая не приносит дохода. И двигаться в другом направлении, где можно заработать больше. Но опять же, бросать ютуб, прям вообще бросать я не собираюсь. Я буду выпускать видео, но видео будут уже реже. Меньше будет коррекций. Так как ногтям я тоже не определяю так много внимания. Да, я не рисую. Я не делаю какие-то супер красивые дизайны. Какие-то интересные, не знаю, наращивания или что-то еще. У меня плюс-минус одинаковые стандартные работы. Коты, стандартные видео, которые уже, к сожалению, не интересны многим людям. А вот распаковки всегда интересная тема. Люди постоянно что-то покупают, ищут какие-то отзывы на товары. Поэтому распаковок будет больше. Как только я начинала вести канал, у меня были только распаковки с Алиэкспресс. Потом я добавила, спустя время, спустя несколько лет, добавила еще и коррекции. И теперь, сейчас я опять возвращаюсь к распаковкам. Признаться честно, в последнее время лично я уже сама не смотрю YouTube. Уже даже не помню, когда я в последний раз заходила, смотрела вот эти длинные видео. С февраля месяца YouTube начинает оплату шорцев, вот этих коротких видео. Я думаю, что многие перейдут именно на такой типаж видео. И длинных видео на YouTube будет намного меньше. Еще я заметила один нюанс. Самые известные русскоговорящие блогеры, это Маша Крейт и Татьяна Бугрей. Маша Крейт еще публикует видео. Но вот Татьяна Бугрей, я вот сейчас специально проконтролировала ее русскоязычный канал. Там больше миллиона подписчиков. За последние 4 месяца она опубликовала всего-навсего 4 видео. Я не знаю причины, так как, повторюсь, я не смотрю уже видео, даже вот этих известных блогеров. Но даже они перестают выпускать так часто видео, потому что это уже просто невыгодно. А насчет шорцев, не знаю. На них требуется меньше времени, но, опять же, не знаю, будут ли они набирать много просмотров. Думаю, пора рассказать вам, что происходит у вас на экранах. В принципе, вы уже все увидели сами. Я нарастила некоторые ногти, некоторые укрепила полигелем. Сейчас уже приступила к опилу формы. Сначала помогла себе фрезой, выпилила изнанки, убрала толщину. И сейчас уже довожу форму до идеала с помощью пилки. После этого мне нужно выронить ногтевую пластину и дополнительно ее еще раз укрепить. Поэтому я наношу тонкий слой базы, потому что, когда я пилила, я могла ее просто стереть, снять. Просушиваю базу и буду укреплять уже моим гелем с замесом. В прошлый раз я сделала по-быстрому коррекцию без использования полигеля. И результат вы видели какой, да? Почти все ногти были поломаны. Чтобы такая ситуация не повторилась больше, я использовала полигель плюс гель. Это прям такое комби, которое будет носиться на любых клиентах. Гель-лак и клиентка выбрала розовые, так как у нас этот дизайн выполняется ко дню святого Валентина. Поэтому у нас розовые цвета и будут еще плюс сердечки. А сердечки я буду делать с помощью стемпинга, который я в руки не брала уже почти год. И когда я... Она сама попросила, это клиентка дизайн стемпинга. И когда я начала искать краски для стемпинга, они, как оказалось, у меня почти все засохли. Но нашла вот этот от Борн Прити. Он с шиммером розовенький. Он хорошо справился. Пластинка тоже, кстати, прикольная. С любовной тематикой. Все ссылки оставлю вам внизу в описании. Хорошая эта пластинка. Мне понравилась. Дизайны красивые получились. Мы решили добавить немножко блеска, а именно светоотражающий топ от фирмы LilyCute. Заодно и проверим, какой он в носке, так как я его еще не пробовала на клиентах. Моя следующая молоденькая клиентка, как всегда, относила покрытие просто замечательно. Новогодний маникюр, который понравился абсолютно всем. Это были слова клиентки. Она была очень довольна этим покрытием. Ну, а я довольна, что она хорошо все относила, ничего не сломала и ничего не отслоилось. Уже сняла старое покрытие, забафила ногтевую пластину. Ну, как забафила, пилочкой зашлифовала. И приступила к аппаратному маникюру. Клиентка принесла картинку, какой дизайн она бы хотела. И там был черно-синий градиент на всех 10 ногтях. Но сама клиентка, она не понимала, что такое градиент, но она увидела картинку, ей понравилось, ну и она хотела такие ногти. Но сколько по времени это займет и как сложно это выполняется, она не знала. Я ей не отказала, не стала ее отговаривать, ничего не сказала. Я знала, что она после школы и она уже свободна, то есть время у нее есть. Я ее спросила, тебя кто-то должен забрать, она сказала, нет, она доберется сама домой на автобусе. Ну, в принципе, время у нас есть, неограниченное. И я приступила к выполнению этого дизайна. Когда-то давно я уже выполняла похожий такой подобный градиент, черно-красный был, но без использования акриловой пудры. В этот раз я решила использовать ее для того, чтобы упростить себе работу, ну я так думала. Показываю цвета, которые буду использовать, не показала только черный, это у меня Contigo 26, все они с Алиэкспресс. Для начала наношу тонкий слой базы, не сушу его и посыпаю сверху акриловой пудрой. И тогда уже отправляю руку в лампу с акриловой пудрой. Здесь я вижу, что работала по два пальца, чтобы было быстрее, но поверьте, это никак не влияет на быстроту выполнения этого дизайна. Просушила пудру, щеткой убрала излишки с ногтевой пластины, для этого я постелила себе вот эту бумажку, чтобы пудра не рассыпалась по столу. И начинаю наносить черный цвет, черный цвет возле кутикулы, более тонкая такая полосочка. Затем чуть темнее у меня синий генлак, более уже жирная полосочка. И на самый кончик у меня идет более светлый синий генлак. Не наносите много черного генлака, так как он все равно перемешивается, стягивается к низу, поэтому черного будет достаточно вот такой тонкой полосочки. Кистью для градиента стягиваю, перемешиваю по акриловой пудре, это получается довольно-таки легко, но не быстро. Перед просушкой генлаков нужно посыпать сверху еще одним слоем акриловой пудры, так как будет повторный слой градиента. В один слой вы его не уложите. Я потом уже перестала снимать, так как много времени, во-первых, занимает, нужно было концентрироваться на работе. И в целом наш вот этот дизайн у меня занял 3 часа. Клиентка чуть не уснула у меня здесь за столом, она уже была не рада, что выбрала такой дизайн. Но в целом я довольна результатом, который у нас получился. Возле кутикулы, да, есть небольшие погрешности, но для второго или третьего градиента в жизни, я думаю, неплохо получилось. Очень много чего я наговорила в сегодняшнем видео, поэтому на этом с вами буду прощаться. Всем до скорой встречи, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok